Конечно же, я не могу пройти мимо и не прокомментировать недавно совершенно тупое высказывание Владимира Познера об иммиграции, потому что это одна из основных тем моего блога. Сначала реакцию на его слова. Вот что написала одна женщина. Познер всегда напоминает Дуримара в блистательном исполнении Басова, который при власти любых карабасов очень выгодно пристраивался и пристраивает свои убеждения, как весьма дорогие пиявочки, и очень точно держит сачок, определяя направление ветра. Пожилой ведь уже человек одной ногой всегда был в западном мире, который явно предпочитает тузенцев. Гражданство Франции и США, квартира с видом на стену, о которой он так хорошо и мечтательно говорил «наслаждайся видом, думай о вечных вещах». Так нет, хочется еще остаться в памяти пошлейшим высказываниям, которые так милы патриотам России. Все сильнее убеждаюсь, самое главное для публичного человека найти в себе силы снять микрофон и уйти со сцены до того, как становишься уже совершенно пошел и смешон. Получается, к сожалению, не у всех. Ну, а сейчас само высказывание Владимира Познера, о чем, собственно говоря, сыр-бор. Познер сказал, что ненавидят Россию те иммигранты, которые уехали за колбасой. Вот такая банальность. А таких большинство. И тут же в сети появились вопросы по поводу колбасы. Конечно же, у тех, кто эмигрировал, ну, не понимая, что они за колбасой, или, может быть, понимая, что они за колбасой, стыдно ли эмигрировать в сторону колбасы, если там, где ее хочется, ее нет. Случалось ли самим Познером желание колбасы? Запретно ли это желание? А если случается, как он его удовлетворяет? Как по мысли Познера связано обретение колбасы в новом месте с ненавистью к старому месту? Разве обретение колбасы не делает человека добрее, спокойнее? Если смысл эмиграции является колбаса, потеряли ли эмигранты смысл жизни ее обретшие? И последний вопрос. Как удалось Познеру заглянуть в душу всех эмигрантов? Если вы дадите ответы на эти вопросы или вообще напишите свое мнение по поводу эмиграции за колбасой, буду очень вам признателен. В конце мне хотелось бы сказать вот что. Владимир Познер родился в семье русского еврея и француженки. Родился во Франции, затем отец бросил семью и перед войной, кажется, они снова помирились и уехали из Франции в Соединенные Штаты. Владимиру Познеру было тогда уже, ну, по меньшей мере лет шесть или семь, если я не ошибаюсь. В любом случае он хорошо помнит, как он говорит, начало фашистского режима еще в Европе. Все мы почему-то всегда думаем, что Владимир Познер – это человек, который очень много лет прожил в Соединенных Штатах. Но если отталкиваться от его воспоминаний, то прожил он там, в общем-то, недолго. Собственно говоря, он там пошел в школу, когда ему было уже 14, а отец эмигрировал в Советский Союз. Попал на территорию тогдашней ГДР, и там молодой Володя начал учиться по советской школьной программе и изучать русский и немецкий язык одновременно. Так что этот момент я очень хорошо запомнил о Володе Познеру, было 14 лет. Ну, а если попал он в Соединенные Штаты, когда ему было семь, то нетрудно посчитать, сколько же лет всего Владимир Познер прожил в Соединенных Штатах. Потом была его учеба в университете, он работал переводчиком английской литературы, работал с Маршаком, но это он любит рассказывать. Поступил в институт на биолога, потом жизнь его случайно столкнулась с журналистикой. И, по-моему, в 90-х годах, когда совсем прижало, он снова отправился в Соединенные Штаты. А вот тут его ждал у фиаско после его стремительного взлета во время перестройки и гласности, вы же помните, знаменитые телевизионные мосты между ним и Филом Донахью. Он думал, что, приехав в Соединенные Штаты, он станет там такой же звездой, как в загнивающем совке. Но этого не получилось. Помотавшись по Штатам и не найдя себе никакой работы, кажется, в 2000-х Владимир Познер возвращается назад. Если вы знаете точнее, поправьте меня в любом случае. Получив-таки американское гражданство, Владимир Познер возвращается. Здесь, конечно же, среди туземцев, как правильно сказал автор, он снова становится телевизионной звездой. И вот вам, пожалуйста, квартира в Париже с видом на сену, еще французский ресторан, да и много всяких ништяков наверняка, и дача где-нибудь под Москвой и прочее. Но теперь, что касается колбасы. Я так понимаю, что иммиграция за колбасой подразумевает под собой вообще иммиграция за хорошей жизнью, за сытой жизнью, надежной, спокойной. Все это вошло в понятие колбаса. Так вот, я хотел бы спросить Владимира Познера, если бы у меня была такая возможность. Тогда, в конце 30-х годов или в самом начале 40-х, когда его родители уехали, боясь преследования евреев в Соединенные Штаты, потому что там было спокойно, тихо и не было никакого Гитлера, разве они не поехали за колбасой? Ну, то есть за более сытой жизнью, спасая свои, простите меня, задницы. Да, потом папа отказался от жизни в Соединенных Штатах и по идейным соображениям переезжая в Советский Союз. Здесь в отношении Владимира Познера нет никаких вопросов. Он был 14-летним мальчиком и просто последовал за папой. Но когда прижало, в 90-х годах Владимир Познер опять же возвращается в Соединенные Штаты и здесь уже не отмажетесь, Владимир Владимирович, вот тут вы точно поехали за колбасой. Американская колбаса на тот момент, видимо, оказалась не совсем сытной, потому что маловостребованный российский журналист там оказался никому не нужен. И Владимир Познер возвращается в сытые, двухтысячные, в Россию, опять же, господа, за колбасой. Что интересно, он сохраняет себе американское гражданство в случае чего, подождите, начнется серьезная заварушка и вы близко Владимира Познера в России не увидите. Он снова рванет за колбасой, за сытой, спокойной жизнью. Дочь у него проживает в Германии, тут же выросли внуки, у них все в порядке. Подозреваю я, вот честно подозреваю, что сам Владимир Познер не очень-то любит современную Россию. Просто признаться в этом не может, потому что хочет еще работать и зарабатывать. Во время этого режима, когда многие головы полетели, когда многие карьеры поломались. Но только не карьера Владимира Познера. Вы знаете, Владимир Познер мне напоминает Ксению Собчак. Это такая мужская версия Ксении Собчак. Это женщина, которая якобы критикует режим Владимира Путина. Но на самом деле Ксения Собчак является одной из самых богатых женщин России на сегодняшний момент. Ну скажите, кто будет критиковать режим, если ты живешь шикарно, сыто и богато? Соответственно, она делает только вид. У нее нет абсолютно никаких причин этот режим менять. Но точно так же и Владимир Познер. Он хорошо зарабатывает, будучи уже очень пожилым человеком. И поэтому критику Владимира Познера в адрес путинского режима я бы не воспринимал серьезно. Как раз таки Владимиру Познеру при этом режиме живется очень хорошо.